Страна ФМ Итак, вы уже догадались, что я в студии не одна, в гостях у меня Антон Кудрин, спикер, специалист, тренер, коуч, создатель собственной онлайн-школы и просто очень приятный обаятельный человек. Доброе утро! Доброе утро! Господи, сколько регалий! Можно просто остановиться на обаятельном человеке. Ну вот этот обаятельный человек, ребята, научит нас сегодня с вами, как все-таки пробиться вверха, как получить работу своей мечты и как, собственно, чувствовать себя комфортно на той должности, которую вы, я не знаю, с трудом или без труда оседлаете. Итак, я предлагаю прямо начать с информационного повода. У нас совсем скоро мастер-класс в сити-классе. Давайте прямо подробнее, какого числа и как он называется. Смотрите, 21 числа, 21 февраля будет мастер-класс, красивое рекламное название которого звучит так, как перейти из среднего класса в элиту. Ух ты! На самом деле история работы с сити-классом такая. Сити-класс — это очень интересная организация в Москве, которая создала формат обучения для взрослых, при этом качественный, а не рекламный. В большинстве своем люди учатся, приходят учиться либо на целый день, то есть большие дневные двух-трехдневные тренинги, либо ты приходишь на какой-то мастер-класс, где тебе за час-полтора пытаются продать что-то еще. Ну то есть это прям как дополнительное образование? Да, но если раньше это было в новинку, и люди приходили, и даже из этих часа-полутора пытались вытащить какой-то контент, то сейчас эта ниша постепенно уменьшается, истончается, и люди ищут провайдеров, в которых ты можешь за не за час-полтора, а за два с половиной-три получить реальный кусок информации, с которой можно взять и им воспользоваться. Не просто теоретические бла-бла-бла знания, а некий квант, который можно взять, применить в свою жизнь и с ним уйти. Вы знаете, Антон, я вас прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что я вообще человек-тренинг, я везде хожу, в основном это какие-то психологические тренинги личностного роста, и вот приходишь и говоришь, ну скажите, скажите, что же делать? Вы пока к этому не готовы, сейчас вы будете делать вот такое вот упражнение, ходить вокруг дома четыре раза и здороваться с незнакомыми людьми, а потом вот на следующем модуле, да, я вам скажу, как построить свою жизнь. Точно, и на следующем модуле я вам это скажу за очень большие деньги, поэтому предоплату вносите прямо сейчас. Ну вот как раз из-за этого люди в тренингах-то и начали разочаровываться. Да, поэтому то, что мы делаем в Сити, это попытка за три часа, за два с половиной, три часа упаковать контент от и до, чтобы человек мог выйти, где в семь часов вечера человек приходит на мастер-класс, он устал, у него сложный рабочий день, у него куча каких-то его мыслей и проблем. И в десять вечера он должен выйти не просто с новой теорией, теорию можно книжку почитать, не просто с новыми навыками, три часа очень мало для того, чтобы сформировать какие-то новые навыки, а он еще и должен выйти с верой в то, что он или она сможет, и с технологией, с конкретной техникой раз, два, три, четыре, пять, что ему или ей нужно сделать, чтобы получилось. Так, а вот теперь самый решающий вопрос, и это реально за три часа? Вот один раз прийти три часа и все. Это реально за три часа. Вау, это очень круто. Например, например, вот мастер-класс «Секреты трудоустройства». Сейчас у него будет другое название, скажем так, не другое название, а другая ниша. Я начинал с сетеклассом в 2015 году, как раз мастер-класс «Секреты трудоустройства». А можем мы вот про «Секреты трудоустройства» и то, как этот тренинг трансформируется, поговорим чуть-чуть попозже, потому что нам сейчас надо послушать песню. Александр Панайотов, именами на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, кстати, вы можете присоединиться к нашей беседе 8-909-928-1-89-9. Вопросы пишите в WhatsApp, Viber и в SMS-сообщениях. Итак, друзья, мы продолжаем разговор. Мы говорим о том, как вообще найти работу своей мечты, где получить эти самые драгоценные знания. У нас в гостях коуч. Правильно я говорю? Коуч или коучер? Как правильно? Коуч, тренер, спикер, специалист, основатель онлайн-школы. Все буду перечислять, чтобы все понимали, какая масштабная фигура у нас здесь. Антон Кудрин. И Антон уже заговорил о своих мастер-классах, которые, я так понимаю, с определенной периодичностью идут в сити-классе. Итак, назывался он? Итак, «Секреты трудоустройства». Я его начал вести в 2015 году, 3,5 года назад. И исторически он был для... Он, как сказать, он помогал пробить те барьеры, которые есть у эксперта и профессионала, пытающегося найти работу. У нас очень много людей, тех, кто достигает в 30, 35, 40 лет профессионального совершенства, вдруг сталкиваются с тем, что нужно что-то менять или ситуация вынуждает что-то менять. А упаковать себя человек не умеет. Ты потрясающий специалист, ты очень классно умеешь делать какую-то свою функцию, но ты не можешь заявить об этой функции миру так, чтобы мир тебя увидел и купил. Когда я начинаю мастер-класс, я говорю, что есть плохая новость и хорошая. Плохая новость заключается в том, что в Москве среди 15 миллионов жителей Москвы гарантированно есть люди, которые могут делать твою работу дешевле, чем ты, и более качественно, чем ты. Это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на прозрачность мира, интернет, базы резюме, у работодателя есть возможность зачерпнуть некий пласт и выбирать из этого пласта. И мастер-класс о том, за три часа от и до, как в этом пласте стать жемчужинкой. Первая его часть посвящена тому, как на самом деле нужно делать резюме. На самом деле это не 100-500 книжек, как писать резюме, а это то, как резюме видит HR. А мы можем вот прям, ну я не знаю, какую-то выжимку сделать, потому что всем интересно, как делать правильное резюме. Конечно. Ну, например, то, чего не делает почти никто. Когда в твоем резюме есть секция под названием «Краткое резюме», и в виде нескольких пунктов, три, четыре, пять пунктов, ты перечисляешь свои ключевые особенности, навыки и достижения. Для чего? Известно, что когда HR или менеджеру нужно посмотреть на человека, мы решение принимаем за 20-30-40 секунд. Если ты специалист, то у тебя резюме состоит из нескольких страниц. То есть вчитываться в глубину и понимать, чем ты занимался, сложно. Поэтому в теории, конечно, я должен прочитать все резюме от и до. На практике хочется мгновенно увидеть и понять, мой человек или не мой. Стоит ли читать остальное? Стоит ли читать остальное. При этом ты можешь быть суперэкспертом, но если ты суперэксперт по выращиванию помидоров, а я еще эксперта по выращиванию огурцов, то ты мне не нужен, сколько бы ты ни стоил на рынке. А если вот я напишу, что я знаю, как выращивать огурцы, и с удовольствием смогу и буду, дайте мне шанс. Можно, но очень важно не упасть в другую чашу, в чашу универсала. И второй нюанс, вторая особенность существующих текущих резюме, это в том, что исторически принято писать резюме карьерной лесенкой. Ну, типа закончил институт, начал работать младшим помощником, потом стал помощником, потом старшим помощником, и вот сейчас я большой босс. Это работает в тех ситуациях, когда карьера линейна, когда она развивается снизу вверх. Например, если человек начал работать, соискатель, в консалтинге, где очень четкая иерархическая структура, как в армии, или в аудите, или в финансовых консультациях, то это резюме срабатывает. Но если ты проработал 20 лет, и у тебя есть опыт и в менеджменте, и в учете, и в управлении людьми, и в проектах, то этот опыт не отражается через общепринятую систему вот этой карьерной лесенки. А как же его? И нужно тогда делать компетентностное резюме, то, что мы тоже в деталях разбираем на мастер-классе, когда ты фиксируешь свои ключевые компетенции, выводишь их в краткое резюме, что у тебя столько-то опытов в таких-то, таких-то, таких-то областях, а дальше все тело твоего резюме — это сама суть, которая показывает, что ты эксперт именно в той или иной области. Ой, резюме — это вообще потрясающая тема. Ну, вспомните, еще есть девушки, которые отправляют свои фото в купальнике, но тоже якобы в резюме. Фото в купальнике — это отдельная вещь, причем это реальность, это правда. Да, и люди это делают. А еще есть нюансы гораздо менее заметные, чем фото в купальнике. Но когда, например, электронный адрес. Я предлагаю делать электронный адрес, театр начинается с вешалки, и резюме начинается с вашего сотового телефона. Это как котеночек-собака-мейл.ру? Пуссикэт, домен не буду говорить. Реальная соискательница на позицию помощницы в крупную компанию. Пуссикэт и домен. Ох, после такого, мне кажется, нужно немножечко сделать паузу и перевести дыхание. Друзья, мы совсем скоро к вам вернемся. Это «Рабочее время» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Лето-то может быть и закончится, а вот наша история про резюме будет продолжаться. Так, мы остановились с вами на очень интересном месте. Первый пункт, второй пункт. Что еще нужно уточнить в резюме? Что еще нужно уточнить в резюме? Еще очень важно, чтобы в резюме был баланс процессов и фактов. Тоже то, чего нет в 90% резюме. Что это такое? Если ты просто перечисляешь в резюме процессы, ну, например, вы бухгалтер или главный бухгалтер, и у вас процесс управлял дебиторской задолженностью, занимался факторингом, делал то-то и то-то и то-то, то 10 резюме главных бухгалтеров будут выглядеть совершенно одинаково. И выбрать кого-то одного чисто по процессам невозможно. Другая грань. Если перечислять только факты. Спас 150 зайцев, принес прибыль компании 10 миллионов рублей, нанял на работу 50 человек, уволил 150. Как хвостовство. Точно. Резюме становится хвостовством. Поэтому очень важно, и мы об этом много в мастер-классе говорим, соблюдение баланса. Резюме должно интересно читаться. И если мы вводим баланс процессов, чем ты занимался на работе, и фактов, достижений факт, это не обязательно результат. Например, если ты управлял бюджетом 40 миллионов долларов, это не результат. Тебе дали этот бюджет, и ты им управляешь. Но как факт управления бюджетом 40 миллионов долларов. При умножении. Для кого-то это мало. Кто-то, допустим, ищет человека на управление бюджетом сотни миллионов долларов, и тогда тебя посчитают слабым. Но, возможно, тебя, наоборот, посчитают сильным. Поэтому факты и результаты — это не совсем то же самое. Но вот этот баланс соблюдения и того, и другого позволяет вашему резюме быть первым, которое положат на самую верхнюю полочку, и вероятность, что вас позовут, будет максимальная. Слушайте, а вот есть такие специалисты, я не буду указывать пальцем, конечно, они не профессиональные коучеры, но, тем не менее, они тоже устраивают тренинги, они говорят, так, ребята, будьте смелее, будьте увереннее в себе. Если у вас чего-то нет, придумайте про себя. Придумайте, и вот если вы ставите себе задачу, наверняка вы с ней справитесь. Ну, грубо говоря, никогда не управлял таким бюджетом, а пишешь, что могу. Как это потом выливается? Нет, смотрите, врать нельзя. Создавать упаковку и врать – это разные вещи. Вранье легко вскроется во время интервью с человеком, который понимает. Эксперт, разговаривая с экспертом, сразу поймет, в теме вы или нет. Поэтому, когда мы говорим об упаковке себя в резюме, задача не врать ни в коем случае, а выигрышно представить сильные стороны и заретушировать то, что ты бы не хотел показывать. Или в любом случае у любого человека, у любого бизнес-профессионала есть какие-то ошибки в жизни, есть какие-то неудачи. И нужно уметь правильно это передавать, правильно об этом говорить. Это не значит, что это нужно напрямую высвечивать в резюме, но нужно всегда уметь красиво себя подавать. И мы подходим ко второй части, то, что мы делаем на мастер-классе, это формирование истории о себе и подготовка к интервью. Собственно говоря, то, как вы будете себя вести, когда вас позовут. Что делать, если вы неопытны в интервью? А вот эта целевая аудитория мастер-класса, люди, профессионалы, эксперты 30-40 лет, молодцы в своем деле, они очень часто теряются во время интервью, с профессиональным, циничным или нагловатым представителем отдела кадров. Или наоборот, если сидит девочка, которая работает там две недели, и пытается у них спрашивать что-то, они думают, я серьезный мужик, почему я это должен? Да, почему тут сидит какая-то девочка, и меня это спрашивает? Точно. А есть же еще понятие стресс-интервью и фейк-интервью. Фейк-интервью – это интервью, когда реально вы не нужны. Просто компании необходимо выполнить некий перечень формальностей, нельзя просто взять и продвинуть своего человека, а нужно посмотреть рынок, выявить сильных кандидатов, но потом все равно принять решение по своему человеку. Фейк-интервью. Стресс-интервью. Я лично сам такое проходил в 2007 году. Интервью, когда вас осознанно выводят из равновесия, вам хамят, вас вызывают на конфликт и смотрят при этом, как вы себя поведете, что вы будете делать. А ведь легенды такие ходили, что в Америке даже выплескивали стакан воды соискателю в лицо и говорили, вот это мы проверяем вашу стрессоустойчивость. Мне в лицо бросали мое резюме и говорили, что вы не стоите тех денег, которые просите. И это был элемент стресс-интервью. А их не бьют там вот просто за такие интервью? Это нормально вообще? Вы можете возмутиться, вы можете встать. Вот после того стресс-интервью, которое было у меня в 2007, я помню, что я вышел на улицу, интервью закончилось, меня трясло, и я понял, что нужно позвонить рекрутерам и сказать, что я в эту компанию работать не пойду. И вот в тот момент, когда я собирался достать мобильный телефон, мне позвонили рекрутеры и сказали, Антон, поздравляем, вы принято. И надо отдать должное, что тот руководитель, который проводил со мной стресс-интервью, в мой первый рабочий день, начал его с того, что вызвал меня к себе в кабинет. И извинился. Сказал, что мы хотели посмотреть, насколько вы можете быть стрессоустойчивым. У нас разные сложные клиенты. И вот нам было важно увидеть, что вы будете себя держать в руках. Ой-ой-ой, но все равно, мне кажется, это очень жестко. Слушайте, мы только разговоримся, опять нужно прерываться. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, потом вернемся, и уже все-таки я буду говорить поменьше, а вы будете говорить побольше. Вот если на интервью вас окружили, вы чувствуете, что на какие-то вопросы вы совсем не хотите отвечать, то оказывается, можно и нужно обозначать свои границы, правильно? Однозначно, потому что не только в стресс-интервью, но и в любом интервью в какой-то момент работодатель может начать спрашивать то, о чем тебе не хочется говорить. И очень важно внутри себя простроить границу, когда ты будешь отвечать на вопрос, когда нет. Например, если у вас дети, вроде это личная информация, но на этот вопрос нормально, корректно ответит. Да, есть. Но если вдруг в вашей личной жизни начинают копаться, самое-то интересное, что у работодателя может быть резон, почему он задает такие вопросы. Но не хочет, чтобы вы в декрет уходили, или чтобы дети валили. Например, нет. Давайте более рационально. Ищет помощника руководителя, руководитель много летает по командировкам, и важно, чтобы человек не был привязан к Москве или к Санкт-Петербургу, чтобы тоже мог летать. Но вопросы эти не всегда задаются напрямую. Вот можете ли вы много летать по командировкам? Вопросы задаются как-то вкрифь и вкось, и вот здесь очень важно уметь простроить границу и знать корректные ответы, как ответить так, чтобы не лишить себя шанса работы, не обидеть работодателя, интервьюера и сохранить собственное достойно. Ну вот, например, как? Для меня лично есть магическая формулировка, когда я, вежливо улыбаясь, смотрю в глаза интервьюера, говорю, вы знаете, я бы не хотел отвечать на этот вопрос. И часто слушатели мастер-класса говорят мне, подождите, но наши сразу тогда все не возьмут на работу. Нет, вы просто вежливо определили свои границы. Вы знаете, я бы не хотел отвечать на этот вопрос. Точка. И третья вещь, которую мы разбираем в этом мастер-классе, чтобы сложить пассианс, это пути позиционирования, как выходить на людей, принимающих решения. Это о том, как на самом деле правильно писать сопроводительные письма, как выходить напрямую на тех, кто принимает решения. Мы разбираем способы, и вот здесь я оставлю это как ноу-хау мастер-класса в сети-класс. Приходите, вы узнаете. Знаете, здесь техники обхода секретарей, обхода помощников. Но в лоб эти техники не всегда работают. И в лоб они иногда выглядят какими-то нагловатыми, такими беспринципными. И вот мы разбираем технику, которая уже три года работает, абсолютно вежливая, абсолютно корректная, с захода на лиц, которые, скорее всего, принимают решения по тем позициям, которые вы хотите. Вот это как раз-таки авторская методика, которую нигде в интернете не найти. Да. Ну, это все понятно. Там на работу устраиваться больше интересует вопрос, как же все-таки перейти из среднего класса в элиту. Вот как-то, знаете, так захотелось. Смотрите, на самом деле тоже есть красивые слова перехода среднего класса в элиту, но очень важно понимать, что такое элита в понимании слушателей мастер-класса и моем. И для общества элиты — это олигархи, которые живут где-то в очень дорогих домах и владеют дорогими яхтами в Лондоне. А на самом деле, в моем понимании, элита — это люди, у которых есть свобода. Свобода заниматься тем, чем тебе нравится, тогда, когда тебе это нравится, и получать за это достойные деньги. А вы согласны с тем, что вот именно наш российский менталитет, он как-то вот с детства, с младенчества запрещает, стоит какой-то на этом блок, что нужно работать, что вот это вот ерундой люди занимаются, а нужно ходить каждый день на работу, стабильность. Есть у нас такое? Есть такое. И вот я сейчас по вечерам читаю книги из проекта «Намедни» Леонида Парфенова. Вот я сейчас как раз читаю книжку 30-е и 40-е годы. Ужасные времена, когда шестидневка, когда ты не имеешь права уволиться с работы по собственному желанию, когда в 39-м году или в 40-м за опоздание на 20 минут тюрьма, за прогул тюрьма. Ужас. Ужас. И вот это вот со времен дедушек, бабушек начинает впитываться в кровь. И то, с чем мы сейчас сталкиваемся, что современная молодежь не готова работать просто за деньги. Если ты предлагаешь человеку хорошие деньги, но кабальные условия, в 9.00 будь на работе, в 9.05 придешь, опоздаешь, мы тебя оштрафуем, люди не задерживаются. Молодежь приходит на работу не для того, чтобы выживать или получить стабильность, как в прошлые времена, а приходит для того, чтобы обрести опыт, знания, навыки и получать от жизни удовольствие. Вот именно. И идти дальше. Вот знаете, как интересно, современные даже психологи, я думаю, что все равно это созвучные две с вами стези, они говорят о том, что нужно время свое на работе тоже проживать. Не сидеть от звонка до звонка, а жить, получать удовольствие, эмоции, навыки и так далее. Конечно, но при этом одна и та же работа кому-то может нравиться и кто-то может гореть этой работой. Я много раз ездил с водителями такси, которые кайфуют от своей работы. Новые люди, новые контакты. Самый потрясающий водитель такси у меня был в Саратове, когда он мне сказал, что у него миссия менять мир к лучшему. Я думаю, господи, ну что ж ты можешь менять мир к лучшему? Как? Мы с ним ехали минут 20-25 и когда мы вышли из машины, я понял, что он меня действительно зарядил своим позитивом, отношением к жизни. Фантастика. А есть те, которые ту же самую работу воспринимают как каторгу, как ненавистный период жизни с 9 до 6 и хочется выйти на свободу. Так вот, элита — это те, у кого есть свобода распоряжаться своим временем и своими ресурсами. Это те, у кого есть возможность заниматься любимым делом и получать за это достойные деньги. И я утверждаю, что не все, к сожалению, не все 100% хотят и нуждаются в этом. Но есть достаточно большая прослойка, которая может это сформировать. Много лет назад я работал, как я закончил институт, и после этого строил свою красивую, красивую, долгую карьеру до 2016 года. В 2016 году я был руководитель управления в крупной государственной компании. Один шаг до директора департамента. Но в какой-то момент понимаешь, что вот все, есть некий баланс, тебе хочется свобода и самореализация, но тебя держит очень хороший, солидный финансовый пакет, который у тебя есть. И в 2016 году я принял вот это внутреннее решение, что я хочу попробовать сам. Как раз к тому времени я закончил институт коучинга, у меня уже было несколько лет тренерского опыта, и я понял, что я смогу себя прокормить, смогу заработать себе на жизнь. И первое время это было не совсем радужно, это были совершенно не те масштабы, к которым я привык. Но вот за полтора-два года получилось отстроить систему, при которой действительно есть свобода. Свобода — это не значит, что нет никаких обязательств, я делаю все, что хочу. Нет, но свобода самому планировать, свобода самому определять, с кем работаешь, с кем не работаешь. Я хотела бы сосредоточить внимание на этом нюансе, что получается, Антон в свое время отказался от всего, начал с ноля, и опять-таки поднялся в этой области, и теперь он делает то, что ему нравится. Я не скажу, что отказался от всего. Не отказался от багажа знаний, от опыта, от контактов, от окружения. Отказался от возможности ежемесячно получать некий кошелек за то, чтобы мое время полностью продается в одну определенную компанию, и еще с обременением не заниматься чем бы то ни было другим. И за полтора-два года получилось отстроить систему, при которой денег стало больше в среднем в полтора раза, и есть внутренняя свобода планировать свою жизнь, и самое главное — есть внутренний выбор. С кем работать, как работать, что преподавать, что не преподавать, куда путешествовать, как спланировать свою жизнь. И сейчас мы еще поговорим немножко про мастер-класс «Переход в элиту», который идет в сети-классе. И сейчас моя цель и мечта создать... Я сейчас создаю онлайн-школу, и мне очень хочется пройти по лезвию бритвы. Онлайн-школа сейчас очень-очень модная. Куда ни посмотришь, все говорят о технологиях создания онлайн-школ, но у инфобизнеса в России онлайн-школы относятся к инфобизнесу. Инфобизнес — это продажа информации. У инфобизнеса есть беда. Очень много людей заходят в эту нишу после коротких тренингов, мастер-классов и не дают качественный контент. Антон, не хочется вас на этом прерывать, но, к сожалению, нужно. Мы сейчас прервемся, а потом мы поговорим обязательно про вашу онлайн-школу, потому что нам всем интересно. Онлайн-школа, она чем хороша? Тем, что не нужно в мороз минус 20 градусов надевать валенки, куда-то ехать, достаточно зайти на сайт и получить качественный контент. Я так понимаю, что это видеоформат будет. Это разный формат. Давайте об этом поговорим после перерыва. Договорились. Итак, в гостях у нас Антон Кудрин, коуч, тренер, основатель онлайн-школы. Я все забыла на самом деле, потому что Антон мне тут за эфиром давал личный мастер-класс. Как прыгнуть? Спрашиваю там. Антон, давайте поделитесь, пожалуйста, какой контент у вас будет присутствовать на сайте и кому он может быть интересен. Смотрите, то, что я хочу сделать сейчас, я начал говорить о том, что очень много онлайн-школ с неким красивым контентом, но некачественным. Либо с контентом, который цепляет тебя покупать дальше. Такая бесконечная цепочка купи-купи-купи. Моя цель сделать так, чтобы получить... Когда я иду в личные консультации, когда я работаю в личном коучинге, я знаю, что за 10-12 встреч человек гарантирован в 95% случаев, кроме каких-то клинических нежеланий двигаться, человек очень сильно продвигается из пункта А в пункт Б. Но не всем это доступно и по времени, и по возможностям, и по деньгам. И мне хочется уложить тот ключевой контент, который у меня идет в работе и в мастер-классах, и в индивидуальной работе с типовыми запросами, с типовыми проблемами клиентов вот в этот онлайн-курс. Когда он родится, я рассчитываю, я надеюсь искренне, я верю в то, что это будет один из 50 качественных образцов онлайн-продукта, образовательного продукта на рынке. Отслеживать это можно, например, через мой инстаграм. Это пока моя основная площадка общения anton.kudrin. Все очень просто. Инстаграм anton.kudrin. А возвращаясь к мастер-классе, у нас у элиты последнее важное, что хотел бы сказать. Очень часто меня спрашивают, что какая может быть технология? Что можно за три часа рассказать? За три часа можно, во-первых, рассказать о принципах построения элиты, как она строится. То есть на самом деле проблема в том, что, скажем так, руководящей прослойке или тем, кто уже достиг многого, совершенно не нужно, чтобы все достигли многого. Потому что если у вас коттедж где-нибудь в Подмосковье личный, вам нужно, чтобы кто-то убирал снег, чтобы кто-то учил ваших детей, чтобы кто-то вас лечил, кто-то вас возил. Не нужно, чтобы все были молодцы. И очень важный факт – это осознание этого, понимание, что твой путь, твоя судьба зависит только от тебя самого. А дальше есть ключевой треугольник, три вещи, которые мы в деталях прорабатываем на мастер-классе. Первое – это мотивирующая мечта. У каждого это разное. И в разный момент жизни у каждого человека это разная мечта. И мы примерно час работаем с технологиями, как понять, чего ты хочешь на самом деле. Вот не просто на вопрос, чего ты хочешь, это вызывает ступор у большинства людей, а некие техники, методики, которые вскрывают твои истинные намерения, что ты хочешь на самом деле. Потому что иногда кажется, что человек хочет, допустим, я не знаю, идеальную фигуру, а это у него наносное, да, он хочет дом на диване полежать, на самом деле. Человек хочет, человек работает на трех работах, хочет максимизировать доход по этим трем работам, а потом понимает, что на самом деле он хочет заниматься совершенно другим, но просто эти три работы обеспечивают ему выживание, и поэтому он как белка в колесе крутится между ними. Вот. Второе – это точность действий. Мы в своей жизни огромное количество действий делаем балластом. Причем часть из них прикрыта чем-то полезным. Ну, например, мыть посуду – это полезное действие? Очень. Полезное. Убирать квартиру – полезное. Еще как. Еще как. Погладить рубашку – полезное, полезное. И мы заполняем жизнь действиями, которые несут коэффициент полезности, и внешнему миру можно сказать, господи, я так устал, квартиру убрал, посуду помыл, рубашку погладил. Но из-за этого ты не делаешь что-то реально важное, что тебе нужно сделать для продвижения, для роста, для того, чтобы перейти к мечте. И мы плавно переходим к третьему. Третьей сфере, которую мы детально затрагиваем в мастер-классе, есть такое импортное слово – блокаторы. Это то, чего ты боишься. Те страхи, те ограничивающие привычки и убеждения, которые мешают тебе прийти туда, куда ты хочешь. Вот эти три темы, которые мы в деталях разбираем в мастер-классе, и на выходе у тебя есть четкое понимание, как этот треугольник работает. Можно ли копать это дальше? Можно. Но за эти три часа ты все равно получаешь конкретный контент, идеи, мысли к действию, что ты можешь сделать в 10 часов 30 минут, через полчаса после окончания мастер-класса, чтобы твоя жизнь потекла немножко по другому пути. Причем, когда мы идем по немножко другому пути, в первые минуты, на первых шагах кажется, что мы особо не отклонились. Но потом, со временем, вот это расхождение становится все более и более видным. А вот какие отзывы у вас были? Вот люди пришли к вам на мастер-класс и потом как-то как кардинально все поменяли или потихонечку у них все это? Ну, из ярких таких рекламных красивых историй это история человека, который пришел с зарплатой 80 тысяч рублей, работал в школе, с непониманием, куда двигаться дальше. И его история через два месяца после того, как он переупаковал себя, продал себя по-другому, это 200 с лишним тысяч и позиция советника в крупном бизнесе. Это шикарно. Причем владелец бизнеса искал именно такого вот компетентного человека, который не будет занимать определенную должность, но будет ему помогать по разным областям. Антон, у нас остается всего 30 секунд. Я предлагаю напомнить еще раз, где, когда, во сколько состоится ваш мастер-класс. Итак, переход в элиту в сети-классе состоится 20 февраля, и я всех приглашаю на этот мастер-класс. Секреты трудоустройства, он может называться чуть по-разному, потому что я сейчас его переделаю, чтобы сфокусировать нишу. Нужно следить за анонсами на сайте сети-класса cityclass.ru и моя онлайн-школа instagram anton.kudrin Подписывайтесь, и как только я это создам, это там будет. У нас в гостях был Антон Кудрин, потрясающий коуч и тренер. Огромное спасибо. Ждем вас снова. Спасибо вам.